Будущая зима может дорого обойтись каменским властям. На очередном гурсовете отопительный сезон вновь тема дня. Бюджет на топливо пересмотрен единогласно. 2 миллиона мы уберем с исполнительных листов и направим на формирование резервного запаса угля. А пока уголь в камне есть лишь на первое время почти 2000 тонн. И следить за его расходом будет старый МУП, который почти банкрот. Продержать на плаву его должен новый тариф на тепло. Казалось бы, высчитать его просто. Исходные данные – 260 миллионов рублей. Это все расходы предприятия за прошлую зиму. Разделить на количество вырабатывающей энергии, то получится сумма тарифа 2457 рублей за гикокалорию. Если брать эту сумму с НДС, то получится сумма 2900. Это сумма платы за одну гикокалорию для безубыточной работы предприятия МУП «Каменские теплосети». Но депутаты, которые уже два года бойкотируют рост тарифа, на слово не поверили и взялись за свою арифметику. Установить 2300 ЦНДС – это более чем средний показатель района Алтайского края. Мы просчитывали еще с весны, у нас когда тариф выходил, в то время тариф выходил, перед подъемом цен на уголь и на электроэнергию – 244 рубля. На сегодняшний день подняли цену. Сегодня тариф на тепло – 1846 рублей. Этого хватает, чтобы частично закупить уголь и выплатить зарплату сотрудникам МУП. Долг предприятия на сегодня – 100 миллионов. Поэтому сейчас из 35 котельных без света – 22. Общее мнение депутаты вырабатывали во время закрытого продолжительного перерыва, но 20 минут ни к чему не привели. Ни один из вариантов тарифа к ворума не набрал. Депутаты собрались было вновь отложить вопрос, но переголосовали. В итоге утвердили 2300 рублей за гикокалорию. Каменских чиновников решение разочаровало. Тариф по-прежнему убыточен. Депутаты должны принять решение по источникам покрытия этих убытков. Наверное, на данный момент, учитывая ситуацию, это хорошо. Теперь утвержденный тариф необходимо экономически обосновать. Если его одобрят, в новую расценку появится в квитанциях в декабре. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.